Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели, предпоследней. К сожалению, закрываем мы неделю не так, конечно же, хорошо, как хотелось бы. Лично у меня настроение не очень хорошее, потому что доллар, к сожалению, подкинул вот такую подлянку, которую мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии. И показал пока что, что на текущий момент не очень-то торопится отыгрывать те ожидания, которые предполагают возможность его роста и укрепления против всех основных конкурентов. Конечно же, неприятно сейчас это наблюдать, но если отталкиваться от наших долгосрочных ожиданий, давайте не будем добавлять еще больше лишней паники на финансовой площадке, потому что мы с вами знаем, что наши сделки, которые мы предполагаем использовать и поймать в расположении американской валюты, они направлены как раз на очень растянутую перспективу. Поэтому каждый раз, когда мы замахивались на конкретные профитные значения, особенно по парам евро-доллар и USD-иенов, у нас были соответствующие высокие уровни, которые, конечно же, по определению предполагают возможности длительного периода ожиданий. Мы продолжаем вот уже который месяц делать ставку на усиление позиций доллара, но рынок как будто бы назло регулярно, даже, можно сказать, уже с завидной чистотой выкидывает нам таких вот своеобразных черных лебедей, которые мы наблюдаем. Вчера никакого серьезного фундамента не было, давайте говорить так, как есть на самом деле. Но то, что мы видели с точки зрения волатильности, в принципе, наверное, позволяет нам использовать такое клише, как черный лебедь, потому что волатильность по ряду валютных пар была в несколько фигурок. В частности, USD-иена – это валютная пара, которая традиционно объединяет защитные активы, и для нее обычно характерен гораздо более узкий запас хода в рамках одной торговой сессии, чем, допустим, для доллара против рисковых инструментов. Тем не менее, посмотрите на дневку и фактически тот уровень, который мы наблюдали. Мы фиксировали серьезное ослабление, спад, падение по паре USD-иена, которое составило три фигуры, 300 пунктов. Это очень много. Ну, собственно, давайте не будем сейчас ломать наш привычный сценарий. Как только подойдем к перспективам американца против иены, тогда поговорим конкретно про динамику и то, что мы наблюдаем в данном случае и наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии, и то, что у нас еще впереди. Начнем мы традиционно с нефти. Сегодня клост вчерашнего дня – 35,21, актуальные котировки – 35,22. В целом, можно говорить о том, что нефть снова вернулась к своим локальным максимумам. Прирост в рамках вчерашней торговой сессии составил 10%. А теперь давайте разбираться в природе этого роста. Что стало причиной, или лучше сказать, на каком фоне мы наблюдали усиление позиций активов, которые относятся к энергетической сфере. Нефть росла на данных по увеличению запасов этого актива, этого сырья в Соединенных Штатах Америки. Мы видели то, что нефть, в принципе, позитивна, вопреки логике, отреагировала на прирост запасов по версии частной оценки АПИ. Вчера у нас уже официальные данные от Минэнерго США, и запасы превзошли даже мои самые оптимистичные ожидания. Я думал, что они увеличатся по версии, так же, как и по версии АПИ, примерно на 3-4 миллиона. Но по факту плюс 7,7 миллиона, можно даже сказать 7,8. Прошлые периоды, прошлые недели у нас также прирост. Вместо того, чтобы по факту этого локального фактора, который выступает предпосылкой для разгрузки, мы, напротив, увидели обратную тягу по нефти, рост, что абсолютно никак не вяжется, наверное, с экономической теорией и, может быть, даже с этими определяющими фундаментальными факторами и обстоятельствами. Далее. Мы наблюдали, как нефть росла после того, как вышли данные по количеству, а точнее даже по целостным запасам в США в Кушинге, штат Калахомы. Напоминаю, что это главный энергетический хаб и терминал Соединенных Штатах Америки. И он, между прочим, используется для поставок, опять же, энергосырья для фьючерсных контрактов на Наймакса. Мы зафиксировали вместе с теми участниками рынка, которые следили за статистикой, и не просто прирост фактически. Мы наблюдали исторические максимумы, потому что сейчас запасы составляют уже 502 миллиона баррелей. И это еще усиливает факты избыточного предложения, что в целом также должно было выступить очень неплохой предпосылкой для разгрузки бренда и также WTI. Поэтому на этом фоне, наверное, логично было бы собираться, особенно тем, кто делает ставку на разгрузку этого актива, отталкиваясь от этого фундамента, начинать его неплохо распродавать, чтобы затащить ниже 30 долларов за баррель. Но этого не произошло. А теперь давайте поговорим о тех факторах, которые стали причиной, ну или мы уже можем предполагать о том, что именно они подстегнули интерес к этому активу. Это комментарий министра иностранных дел России Лаврова о том, что он допускает возможность встречи с ОПЕК для того, чтобы обсудить солидарную, единую позицию по возможности сокращения объема производства в целях стабилизации цен на энергоресурсы. То есть до этого, скажем, такую функцию, подстегивающего к этому активу интереса, выполнял Новый, который является министром энергетики, после того, как его слова уже не стали оказывать поддержку нефти, и, соответственно, российская валюта и в целом позитивно, может быть, сказываться на российской экономике, эту функцию сейчас взял на себя Лавров. Но в то же время понятно то, что российская экономика, будучи сейчас в лице Лаврова, может быть, и будет лоббировать идею необходимости этой встречи. Мы допускаем то, что она может случиться, но вряд ли будут какие-либо решения. Об этом мы говорили уже с вами очень много, мы прекрасно знаем, почему сам ОПЕК на самом деле, по факту, будет против какой-то солидарной позиции или не поддержит инициативу. Потому что для ОПЕК было бы сейчас очень глупо. Спустя вот полтора года, когда они активно уже продавили позиции нефти и, может быть, создали, да не может быть, а по факту создали серьезную угрозу для тех экономик, которые зависят от стоимости энергоресурсов, от экономик, которые поставляют энергоресурсы на международный рынок и спровоцировали, опять же, вообще такие спекуляции, как возможности снижения объемов производства. Они хотели добиться этого. Им нужно высвободить определенное место на международном рынке, чтобы занять эту долю. Со сланцевым производством это очень, скажем, интересная история, потому что, если вы помните, в 2015 году, как только мы начинали прям активно спекулировать на нефть, нефть была на очень высоких значениях, мы ее продавали, и тогда в качестве уровня рентабельности для сланцевого производства обозначались ценовые значения в 50 долларов за баррель, 45 или даже 55, ну то есть около полтинника. Однако, как только бренд преодолел этот рубеж, на рынке стали появляться сообщения о том, что американцы уже давно используют совершенно иные технологии, которые позволяют им заниматься сланцевым разведыванием нефти нетрадиционным. При этом себестоимость подобных контрактов находится гораздо ниже 50 долларов за баррель, в районе 30, а может быть и еще ниже. Поэтому ОПЕК, будучи, скажем, приверженцем своей прежней практики, того, чтобы вытеснить сланцевое производство, конечно же, был в негодовании от этого, потому что несколько сломались их цели и ориентиры, потому что они планировали быстрее вытеснить сланцевого производителя. Этого не произошло, поэтому и ОПЕК продолжает, собственно, удерживать планку по производству, постоянно увеличивая объемы выработки, ну и не снижая фактическую квоту, которая сейчас составляет 30 миллионов баррелей в сутки. Это, скажем, ответ на тот вопрос, почему ОПЕК не снижает ни квоту, почему ОПЕК не снижает производство, и почему ОПЕК, в лучшем случае, только соберется с другими производителями, но не поддержит идею сокращения производства нефти. И поэтому возвращаемся к тому, что если комментарии Лаврова о том, что эта встреча возможна, стала причиной роста для нефти, значит, мы понимаем то, что этот рост носит только спекулятивную природу. Спекулятивная природа, даже в начале этой недели, мы видели, как она очень быстро сходит с повестки обсуждения, и на рынке возвращаются прежние тренды, потому что на прошлой неделе мы получали комментарии на ОВК о том, что встреча возможна, рынок рос, а с понедельника, как только эти ожидания уже сместились вообще с акцента внимания, мы увидели разгрузку бренда. Я думаю, что сейчас трейдеры снова переосмыслят этот момент и осознают то, что пока никаких позитивных оснований для роста энергоресурсов нет, и мы увидим снова локальный откат, который с большой долей верности вернет бренда ниже 30 долларов за баррель. Конечно же, нам сейчас это нужно, потому что мы хотим дождаться по паре USDRAP, которые полностью копируют поведение нефти, более высоких уровней девальвации. И чтобы подкрепить, опять же, ожидания наши по возможной коррекции нефти, я хочу предложить вам еще идею от Morgan Stanley, потому что раньше мы обращали внимание на Goldman Sachs, в последнее время я неоднократно приводил вам их неожидания. Morgan Stanley считает то, что в лучшем случае для нефти самым оптимистичным сценарием. Это закрытие 2016 года, они считают, будет на уровне 26-27 долларов за баррель. Я полагаю то, что может быть даже это оптимистичное ожидание, но в целом вы должны понять, что буквально все инвестиционные банки, исходя из своего фундаментального анализа и, наверное, отражая действительность и актуальность, не верят в то, что бренд вырастет. И я считаю то, что это как раз тот самый посыл, который, ну, по крайней мере, в отношении нефти не нужно придерживаться такой теории, что если все полагают, что этот актив будет снижаться, значит, он непременно вырастет. В отношении сырьевого актива такая практика не работает, потому что сырье, прежде всего, отталкивается от статистики и, разумеется, от показателей спроса и предложения. А с этим у нас очевидное расхождение. Мы знаем то, что спрос оставляет желать лучшего, а предложение напротив на катастрофических рекордных максимумах. Поэтому не паникуем, ждем ослабления нефти. Если кто-то из вас находится в этой сделке по бренду с более высоких уровней, вы молодцы. Ни в коем случае не позволяйте рынку убить вас в том, что нефть дальше будет расти, потому что нефть сохраняет по-прежнему потенциал для еще большего ослабления. Если еще вне рынка подумываете о том, чтобы поторговать этим активом, можно для какосочных трейдеров рассмотреть возможность входа с уровня 32 доллара за баррель вниз. Те, кто хочет еще немножко подождать. И здесь можно посидеть до ближайшей поддержки, то есть до 30 и уже оттуда думать. Но как только бренд достигнет этих уровней, я, соответственно, освежу идею. Российская валюта 76,54. Рубль и сегодня, допускаю, будет отыгрывать в позитивном толке для себя на факт роста нефти, потому что очень много нефти прибавил уже после закрытия российского рынка. Поэтому сегодня трейдеры, конечно же, поспешат дисконтировать этот позитив. Но в качестве ближайшей поддержки у нас значится 75, я думаю, что с крайне низкой вероятностью рубль умудрится просесть еще ниже, но точнее укрепиться против американского конкурента. С большей долей вероятности мы сейчас находимся на пиковых значениях по нефти, ждем разворота, а значит, по-прежнему ориентируемся на значение 80 рублей против доллара. Фундаментальный фон пока не меняется. Если будут какие-то неинтересные сообщения, я об этом, разумеется, дам вам знать. Далее идем. Европейская валюта против доллара. И здесь вот как раз у нас начинаются чудеса волатильности, потому что локальный хай вчерашнего дня 1.1144. У нас был стоп-воз 1.10, да, нам пришлось выйти с рынка. Не расстраивайтесь, будут другие сделки, и мы еще получим достаточно профита, чтобы перекрыть этот минус. Вышли правильно, потому что если рынок позволил вести себя в заблуждение так быстро, и на самом деле абсолютно ни на чем, получается, что локальные максимальные значения, они могут быть даже выше, чем евро-доллар торговался на хаях вчерашней торговой сессии. Для того, чтобы принять решение о дальнейшем трейдинге, нужно дожидаться более стоящих сигналов, которые для нас прежде всего должны снова присигнализировать нам о том, что европейская валюта остается аутсайдером, а значит пойдет сначала в район 1.05 и 1 ровно, то есть аппаритетного значения. Поэтому сейчас, учитывая по-прежнему присутствующие панические настроения, я бы порекомендовал держаться вне рынка. Я не хочу рекомендовать вам покупать этот актив только потому, что он растет. Потому что, даже как говорил еще Воррен Баффет, это, наверное, самое глупое объяснение, которое можно оправдать инвестиционную сделку. В то же время, я не хочу настраивать вас на продажу, потому что понимаю, что если рынок вчера позволил по евро к доллару прокатиться вверх почти на две фигуры, значит, такие риски, они, ну, по крайней мере, такого резонирующего эффекта, они присутствуют и сейчас на рынке. Поэтому очень не хотелось бы сейчас войти в короткую сделку и впоследствии наблюдать еще один локальный выпад наверх. Самое лучшее решение сейчас это выжидательная позиция. Как только евро-доллар снизится в район 1.10, закрепится ниже, тогда предлагаю снова бросить все наши спекуляции на возможность распродаж главного валютного риска. И я уверен, мы найдем к этому моменту достаточно еще оснований. Если говорить про рост европейской валюты, теперь давайте разберемся в причинах. То, что мы закрыли день на таких локальных значениях максимумов, конечно же, заставило меня очень активно посидеть в интернете, пошустрить по многим средствам массовой информации, потому что я был практически уверен, что на рынке что-то случилось такое, что спровоцировало такой интерес к евро, такой интерес к рисковым инструментам и стало причиной ослабления американской валюты. Мне было очень интересно, конечно же, попытаться найти этот серьезный фактор, эту полноценную фундаментальную бомбу. Но вы знаете, я таково не ношу, потому что ее на самом деле не было. Была статистика, были отчеты, но по факту мы уже говорим то, что, скорее всего, именно статистика стала причиной того ралли, который мы наблюдали. Но смутно мне, конечно же, это представляется. Скорее всего, мы снова, опять же, куварно выводим объяснение того, что произошло и случилось в деятельность маркетмейкеров, к которой мы, конечно же, не причастны и пока не можем приобщиться, чтобы точно понять, когда что-то можно ожидать. Но лирическое такое отступление. Я хочу сказать то, что если вы внимательно следите за всеми нововведениями нашей компании, вы знаете то, что у нас есть такой инструмент, как индикатор рыночных настроений Кайман. Так вот, буквально неделю назад он оказался в районе 30, то есть это зона, которая сигнализировала о том, что актив сейчас максимально перепродан, точнее, сигнализировала о том, что все трейдеры сейчас его продают. Значит, была высока вероятность того, что мы увидим обратную тягу выпада. Учитывая фундаментальный фон, я скептически относился к этому сигналу. Сейчас я понимаю то, что индикатор Кайман, который мы запустили в качестве дополнительного подспорья принятия инвестиционных решений, это крутая тема, на которую я снова делаю акцент и ставку. Пожалуйста, принимая решение на долгосрока соизмеряйте то, что у вас есть в голове с тем, что сейчас показывает рынок, потому что так получится более целостное, точное, а может быть даже и более перспективное инвестиционное решение. Ера вчера роса по факту паники, которая присутствовала на рынке, отыгрывала собственный статус валюты финансирования и фондирования. Локально еще поддержала статистика, потому что мы видели еще данные по рыночным продажам. Отчет неплохой, действительно, прошлое минус 0,3%, в этот раз увидели статистику с плюсом 0,3%. Но самый главный позитив для евро пришел после того, как в игру вступились, опять же, американские трейдеры, которые стали отыгрывать американскую статистику. Это вторая половина дня. У нас сначала вышел отчет EDP, плавно предлагаю сместиться уже на пару USD-йена. Отчет EDP, в частности, статистика очень хорошая, 205 тысяч новых рабочих мест против прогноза 195 тысяч. И логично было бы дождаться после выхода этих данных, что доллар использует хорошую статистику и отстоит свое право на лидерство. Но доллар не торопился с ростом. Возможно, ориентировался уже на следующий отчет, который был опубликован практически следом. И это данные по индексу деловой активности в сфере услуг по версии ISM. И этот отчет стал хуже, был хуже прогнозов, хуже прошлой оценки. По факту 53,2 с 55,3. В целом, здесь нужно понять, что это уже третий раз подряд, когда мы наблюдаем слабость сектора. Третий раз подряд у нас реально уже стагнация сектора. И после того, как рынок получил эту статистику, тут же поползла вниз доходность американских трежей. С буквально всех многолетних периодов. Десятилетние достигли минимального уровня за последний год. И это было связано с тем, что трейдеры, получив очередной блок и порцию слабых макроэкономических данных из США, усомнились в том, что ФРС продолжит придерживаться вектора, направленного на постепенное ужесточение монетарной политики. И как только на рынке появились эти сомнения, разумеется, снова повысился интерес к защитным активам. Иена сразу же выстрелила франка. А вот что касается рисковых инструментов доллара, им пришлось сдавать. В частности, ФРС действительно может теперь подумать, когда в следующий раз пойти на еще один шаг по нормализации денежно-кредитной политики. Мы с вами ориентировались на март. Но если ситуация не изменится в плане плохих отчетов, наверное, нам придется изменить собственное позиционирование по этой идее и сместить его на более поздний период, например, на заседание в июне. Если статистика все-таки улучшится, потому что нужно понимать, что даже тренд по индексу АСМ может быть легко сломлен негативный, и мы можем увидеть прирост. Если это произойдет, то, соответственно, статистика снова начнет больше поддерживать американца. И мы должны быть в этот момент точно в рынке и правильно определить о рыночном настроении, а именно ожидании даже рынка того, когда все-таки ФРС пойдет на следующий шаг по повышению процентных ставок. Пока на рынке присутствует подобная паника, думаю, что отчет АСМ, если уж и спровоцировал такой негатив, как мы наблюдали вчера, но просто по определению еще какое-то время будет резонировать, значит, в ближайшие дни у иены есть возможность для того, чтобы сохранить укрепительный вектор, собственно, так же, как и у рисковых инструментов. Поэтому по USD иены сейчас бросаться в трейдинг ни в коем случае не нужно, потому что все-таки я допускаю возможности еще больше просадки. Но у нас по-прежнему должна снова опять 25 быть на изготове инвестиционной идеи, которая предлагает покупку USD иены с нашего любимого уровня 120. Это и профит 125. 100+. Также ставим в район 118.50, который является верхушкой коридора кураты для того, чтобы сдержать, опять же, точнее, поддержать национальных производителей через вектор укрепления, ослабления курса национальной валюты. Ниже 115, как уже многие говорят, USD иена по определению сходить не может, потому что весь тот прогресс, который удалось достигнуть в отношении торгового баланса, будет тут же сведен на нет, особенно из-за, скажем, той угрозы, которая возникнет для конкурентоспособности национальных производителей. По USD иены мы не отказываемся от долгосрочной идеи того, что рынок все-таки осознает факт контрастности монетарных политик, поймет то, что доллар, да, быстро теряет, но он также быстро может набирать. И в основе все-таки вероятности его роста ложатся, наверное, более системные позитивные ожидания, потому что мы уже получили решение от ФРС первое в прошлом году о том, что монетарная политика была ужесточена и ставка была повышена впервые за последние 10 лет. Поэтому мы стартовали уже в этом забеге на длинную дистанцию. Этот забег будет провоцировать дальнейшее укрепление доллара. Нам просто нужно искать более подходящие уровни. Я считаю то, что снова нужно ориентироваться на значение 120. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь сразу хочу предложить вам идею. После вчерашнего ралли sell stop с уровня 1.44.90, take profit 1.43, stop loss 1.45.50. Британец быстро поменял статус аутсайдера, стал лидером роста, потому что прирост даже в рамках вчерашней торговой сессии тоже примерно 2,5 фигуры. При этом, помимо того, что это один из самых динамично растущих активов, мы видим диапазон чрезмерного хода в рамках нескольких торговых сессий. Теперь давайте разберемся в причинах роста фунта. Вчера я вас ориентировал на отчет по состоянию сферы услуг. Напомню, что этот индикатор является ключевым в определении дальнейших перспектив по экономическому восстановлению. Поскольку статистика была неплохой, по факту 53.6 против прогноза, который был ниже, а прошлый отчет 53.5. Трейдеры предпочли не мудрить, если получили позитив, значит лучше и логично было бы использовать его в плане роста. Но основным катализатором, конечно же, для обычной динамики британца выступила, опять же, слабость американской валюты после выхода слабых макроэкономических данных из США. Общий фундаментальный фон по британцу не меняется. Если мы понимаем то, что сейчас фактором поддержки в основном выступила слабость доллара, значит ситуация очень быстро может измениться и фунт, прежде чем замахнется на более высокие ценовые значения, с большой долей вероятности сможет еще сходить ниже и уважить, опять же, тех трейдеров, которые еще продолжают делать ставку на то, что дно еще по этому активу не достигнуто. Пока давайте использовать ту идею, которую я сейчас обозначил. Ну и сегодня у нас британец может стать действительно фундаментом героем дня, потому что основной блок отчетов будет посвящен именно этой валюте. В 15.00 по московскому времени ставка, выкуп активов, протоколы, голосование членов по денежно-кредитной политике возможностью ее ужесточения и максимум внимания, на что эти отчеты вообще можно проигнорировать, там изменений каких-то не будет. Но я советую обратить внимание также на данные, которые будут опубликованы в 15.00 по московскому времени. Это квартальный отчет по инфляции. И если мы получим очередное подтверждение того, что ожидания по достижению целевого показателя плавно уезжают на более поздний период, в 2% тоже, значит мы будем снова спекулировать на тему того, что повышения процентной ставки не дождутся трейдеры и фунт еще сохранит свой статус, точнее возобновит прежний негативный тренд и позволит нам снова накинуть на него статус аутсайдер. Я считаю то, что это сейчас более оправдно. Поэтому верим в его коррекцию, ждем достижения нашего отложенного ордера по значению срабатывания его, а потом смотрим на более низкие ценовые значения. И еще пару слов про новозеландцы, потому что сейчас, исходя из новостного фонда, это также довольно интересный актив. В частности, вчера, если у вас была возможность последить за национальным рынком труда в Новой Зеландии, уровень безработицы снизился до 5,3%. Это оказало поддержку для новозеландца даже еще до публикации слабых данных по США. Но что еще более важно, председатель резервного банка Новой Зеландии Виллер сообщил о том, что на текущий момент, с текущего времени, резервный банк Новой Зеландии не будет более ориентироваться на показатели по инфляции, прежде чем поднимать вопросы о дополнительных мерах экономического стимулирования. Это говорит о том, что резервный банк Новой Зеландии действительно может взять паузу в цикле смягчения экономической политики. Если раньше мы цеплялись за низкие показатели по инфляции, говорили, что это серьезное основание для того, чтобы банк действовал, сейчас в отношении резервного банка Новой Зеландии мы уже этот сценарий не рассматриваем. А в отношении австралийца он по-прежнему актуален. Что касается новозеландской валюты, я по-прежнему считаю то, что исходя из той ситуации, которая разворачивается в Китае, будучи, опять же, стратегически связанным с этим регионом, и Австралией, и Новой Зеландией, а, соответственно, и валюты, которые стоят за этими регионами, они обречены на еще большее оснижение. У нас, как вы знаете, есть отложенные ордера. Австралиец против доллара 0.69, sell stop, take profit 0.68, stop loss 0.69.40. И по новозеландцу 0.63.95, take profit 0.63, stop loss 0.64.30. Прежде чем мы снова заговорим о конкретных, а может быть, даже более адаптированных к рынку ценовых значениях, я предлагаю пока позволить рынку наиграться на тех настроениях, которые сейчас являются для него двигателем, и подождать, пока австралиец уйдет ниже 0.70, а, соответственно, взялание против доллара ниже 0.65. Как только это произойдет, тогда снова вернемся к нашим инвестиционным идеям. USDCAD по-прежнему покупаем 1.3769, ждем 1.45, это, как я отметил в ходе прошлого брифинга, наша долгосрочная цель. И по паре USDCAD с ВИСИ также сейчас весьма интересная ситуация, потому что доллар из-за своей слабости вчера подарил нам возможность поднять этот дуэт валютных активов с очень низких значений, потому что до этого мы получили еще подтверждение со стороны Джордана, председателя Национального банка Швейцарии, о том, что они готовят валютные интервенции, и они могут быть анонсированы практически в любое время. И эти валютные интервенции непременно создадут основания для ослабления швейцарства, тем более, что само руководство Национального банка Швейцарии подтвердило, что курса, точнее франк перекуплен процентов, переоценен, это правильно, процентов на 7-8. Получается, что тогда, когда доллар наберется силами, все-таки начнет отстаивать свои бычьи амбиции. И на фоне ожидаемой слабости франка у нас пара USDC в ВИСе может оказаться очень интересной идеей для занятия длинных, опять же, сделок с Take Profit, который я еще вам вчера обозначил в районе 1.05. Для начала можно использовать Buy Stop с уровня 1.02, Take Profit 1.05, 100+, 1.01. Но я предлагаю все-таки рискнуть и залезть в эту валютную пару прямо с текущих значений. Может быть, сейчас стоит руководствоваться даже более консервативными ожиданиями. Не 1.05, а 1.03. Но действовать можно уже сейчас. Что касается, опять же, основных событий, о них я уже вкратце сказал. Сегодня ориентируемся на новостной фон британского происхождения. Буквально все данные в 15.00 по московскому времени. Чтобы поддержать покупательскую способность депозитов, я хочу предложить вам бонус на пополнение от 300 долларов, который сегодня составляет 17%. Думаю, что это неплохое подспорье, чтобы пережидать в целом ряде инвестиционных идей и, соответственно, не беспокоиться, не паниковать за возможность какого-то негативного сценария. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете то, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Markets, где я, конечно же, отвечу на любой вопрос, который у вас возникнет. Поэтому хорошей вам торговой сессии. Впереди выходные, поэтому давайте особо не расстраиваться. Будет еще достаточно возможности, чтобы мы все-таки смогли прокатиться на и слабости евро, и, разумеется, силе американского доллара. Поэтому всего доброго. Увидимся в ходе завтрашнего брифинга. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok